Казалось бы, несложное сооружение. А теперь представьте, что это каменные пильты. И строились они в глубокой древности. А тем и для чего, неизвестно до сих пор. Ясно одно. Дальмены скрывают много тайн. При открытии мы попробуем сегодня в программе «Параллельный мир». Если вы никогда не слышали слово «дальмен», то, вероятно, у вас возникнет вопрос, что же это такое? Дальмены – одно из чудес света. И находятся они во многих странах. В Северной Африке, почти во всей Европе, в России, на Кавказе. А на Корейском полуострове находятся более 50% всех дальменов мира. Но как же они выглядят? Дальмены – это сооружения из каменных плит. Почти герметичные камеры, сложенные из четырех стен. Опорные плиты и крыши. Так называемая классическая плиточная конструкция. Но есть и другие разновидности дальменов. Некоторые из них встречаются на Кавказе. Корытообразные дальмены. В таких случаях камни-монолиты выдалбливали внутреннюю полость и сверху клали каменную крышку. Составные дальмены, они состоят из различных плит, которых соединяют вместе. Известные дальмены-монолиты. На Кавказе известно таких два мегалита. То есть в этом случае в огромном валуне-монолиты через круглое отверстие выдалблена внутренняя полость. Нелегкая работа построить дальмен. Ведь каменная плита может весить несколько тонн. Так как же древние строители справлялись со своей задачей? На этот счет нет однозначного мнения. Официальная наука говорит о том, что эти плиты вытесывали каким-то образом и перемещали порой на многие десятки километров. Дальмены – это один из самых загадочных археологических памятников. Массовость их присутствия и возведения, широкий диапазон, их затрубняет картину воссоздания целостности всего этого замысла. То есть до сих пор непонятно, для каких целей эти дальмены возводились. Официальная наука отклоняется к версии, что дальмены сооружали для сохранения знаки. Или что сначала дальмены являлись родовым святилищем и только потом становились погребальными вооружениями. Многие дальмены датируются археологами вторым или третьим тысячелетиям до нашей эры. Но поскольку неизвестно, кто возводил эти дальмены, кто их строил, то, собственно, непонятно, и цель их возведения. Существует много экзотических версий предназначения дальменов. Порталы в другие миры, резонаторы для увеличения плодородия почв, амбары для зерна, средства связи с инопланетянами, ульи для древних пчел. Но то, что эти ритуальные сооружения построены на энергетических местах, неоспоримый факт. Поэтому вряд ли можно утверждать, что они предназначались только для захоронения. Для этого популярность версия, высказанная героиней книг Амигре Анастасии, что в дальмены уходили умирать мудрецы, чтобы там оставался их дух, энергетика. И до сих пор в теплые края приезжают люди пообщаться с дальменами, с духами, которые как бы там живут. Дальмены — непогребальные сооружения. В них около 10 тысяч лет назад уходили люди, не утратившие способность пользоваться мудростью вселенной. Уходили, чтобы помочь далёгим потомкам найти дорогу к этой мудрости. Так говорила Анастасия. Но многие тысячелетия усилия этих людей не были востребованы. До 19 века местные жители испытывали страх при приближении к дальменам. И только относительно недавно к исследованию дальменов приступили всерьёз. Александр с Аленой уже несколько лет путешествуют, изучая эти таинственные постройки. Дальмены обладают колоссальной силой, объяснений которого нет. Некоторые исследования утверждают, что они способны создавать циклический резонанс 16, 23, 35 герц. Именно поэтому у многих рядом с дальменами болит голова и ухудшается самочувствие. Неудивительно, ведь воздействие на мозг, колебания с частотой 25 герц, через 30 минут вызывают эпилептический припадок. Но ультразвуковой резонанс — не единственная особенность дальменов. Внутри возле таких построек совершенно особенное магнитное поле. Внутри дальмена оно ослаблено, а вокруг дальмена оно сильно расстроится спиральник. И сами дальмены создают такое магнитное поле, или эти места, на которых они находятся, совершенно непонятно. Наибольшее скопление мегалитов расположено в долине Кизинги. Там их более 500, но, к сожалению, многие не в лучшем состоянии. Из известных и легко досутных дальмены Пшады, долины реки Жанэ, город Нексис — все это в Геленджикском районе, в приберде Туапсе, в Аше, в Мамедовом ущелье, в окрестностях поселка Нового, в отдаленных районах Туапсинского района. К сожалению, с начала расследования местные жители не только разрушают дальмены, но и распространены. Поэтому сейчас они имеют совершенно неприлядный вид. Это затрудняет исследованные работы. Если у кого-то из зрителей возникнет желание при посещении дальмена увезти на память хотя бы кусочек камешка, этого делать не стоит. Дальмены не мстят, но те частицы, которые растаткиваются, ведут, к сожалению, к отрицательным последствиям. Не надо разрушать то, что возводилось и сохраняется тысячелетиями. Я так полагаю, что и наши потомки имеют полное право наблюдать своими глазами то, что мы наблюдаем сейчас. Ясно одно. Дальмены помогают людям другими глазами взглянуть на мир, осознанно подходить ко всему происходящему вокруг. Дальмены — это хранилище древних знаний. Их предназначение — отвечать. Поэтому смело отправляйтесь на поиски дальменов. И кто знает, может быть, именно вам они откроют свои тайны.